далее для того чтобы как-то нам больше можно было понять что нужно этому человеку существует вот такая шкала наверное но она есть в учебнике до систематическая апологетика она есть на сайте она есть в библиотеке поэтому не самое продуктивное будет использование время если мы сейчас ее переписывать начнем вот давайте просто пытаемся разобраться вот эта шкала значит за основу я взял может быть слышали бы такая шкала Энгель но проблема в том что Энгель ее разрабатывал как раз в североамериканской культуре где почти все находятся на уровне иудеев то есть о боге знают все вот но она не полна поэтому значит я немножко расширил дополнил и плюс привязал к шкалу значит численные значения к нашим этим значением 0 это обращение минус единица это обращение эллина в иудея плюс единица это обращение очень такое сегодня популярное слово наверное появилось наверное его слышали называется посвящение вот слово очень плохое это плохой перевод сангельского термина вот но к сожалению в литературе часто вы все равно встрече поэтому знаете все имеется в виду подпросвящения вот это то что мы называем обращение из младенца в верного вот само слово посвящение вообще обычно по-русски по-русски называется верность не посвящённый человек верным человекomning посвященным или посвященным этим государственным таймам там или посвящен этот какой-то рыцарские не говорят так по-русски. Вот, итак, значит, когда человек находится на уровне ниже минус единицы, да, и давайте еще обратим внимание на, значит, на структуру этой таблицы, здесь, на самом деле, 4 колонки, вот, колонка, значит, третья, это, собственно, она же шкала с численными значениями, да, вот, здесь все понятно, что численные значения есть по условиям, никто наверняка не может измерить, у вас, знаете, как, да, есть друзья из православства, вот, у вас безблагодатное, у вас благослужение и прочее, интересно, откуда у меня там благодометра есть? Вот у нас благодометра нет, поэтому мы не можем, значит, точно замерить положение на этой шкале, вот, но смотрите, значит, вот это, собственно, шкала, вот это то, о чем мы с вами все это время говорили, и будем продолжать говорить, а кое-что у нас остается, что мы подразумеваем, но мы ни в коем случае не можем забывать, что, на самом деле, благовествовать, это наша задача, задание, которое нам дал Бог, но спасает Бог, и действует Бог, и обращение ведет Бог своей благодатью, и мы тут ни при чем. Мы являемся лишь его соромборниками на его мире, поэтому, вот, первая колонка, это дело Бога, что делает Бог с человеком, вторая, это роль служителя, Божьего снеги, который это делает, и уже последняя, это человеческий опыт. Итак, ниже минус и ниже человек, он элит, и чем он занимается, естественно, он подавляет истину неправды, и вот в данном случае служитель выступает исключительно как апологент, это единственное, что он может не благовествовать, не учить, не наставлять, но учить вообще, то есть, когда мы начинаем учить жизнь с Богом человека, то вообще Бога не признает, ну, оно бессмысленно, то есть тут мы, значит, сокрушаем твердынь, Бог же действует на человека через, так называемое, общее откровение, это то, что открыто всем, то, что всех известно о Боге, через рассматривание откровений человек познает Бога, через свою совесть, которая, значит, в нем свидетельствует о добре, если о правде, а не правде, мысли, которые то обвиняют, то правду, то друг другу, то есть через свой дух, через свою волю, разную совесть, человек все равно даже неверующий Бога познает, Бог обвиняет у себя, это так называемое общее откровение, потом человек достигает вот этой вот точки минус-единица, условно, у нас было названо, и человек, который находится в этой точке, мы его, условно, назовем агностик, человек, который не знает, есть Бог имя. Точно в этой точке мало кто задерживается, и чаще слово агностик используется как такой эвфемизм для неверующих, то есть неверующий человек не хочет признаться, что он неверующий, стыдно быть неверующим в верующей стране, говорит, я агностик, я не знаю, есть ли, нет, это чаще всего такая вот отмазка, вот, но бывает, но по мере своего роста человек достигает иногда вот этого уровня агностика, так у меня как-то пришел неверующий друг ко мне, говорит, ты знаешь, я читал твои книжки, к минимуму понял две вещи, первое, это Бог есть, и второе, я это не Он. То есть до этого Он сам себе тот Бог, то есть Он сознал, что в этом мире есть лично высшее, и вот кто Он Бог, он еще этого не принимает, но вот это вот как раз точка агностики. И потом человек все-таки признает, что есть некая высшая сущность, есть некие абсолюты, и вот тут он уже переходит в эту точку зрения, в эту точку развития, он становится, в нашем понимании, иудеем, и тут меняется функция служителя. То есть заниматься, значит, исключительно апологетикой с человеком, который верит в Бога, не нужно. Апологетика нужна и там, мы будем говорить немножко позже об этом, но здесь уже главная функция – это благовестие. Человек становится благовестным, он провозглашает благую весть неверующему, Бог же обличает неверующего на этом уровне. То есть человек уже знает о существовании Бога, Бог начинает его обличать. Но человек тоже не сразу, его постепенно меняется, он начинает верить в некую высшую сущность. Потом он начинает познавать личные какие-то свойства Бога. Любовь, благость, милость. Бог для него становится личностью. Потом идет знакомство с благою вестью, знание благою вестью, понимание благою вестью, согласие с благою вестью, признание личных проблем, понимание необходимости действовать и решение действия. Это вот те вот шаги, через которые человек, сам того не понимая, проходит. И только вот на вот этих вот последних шагах, понимание необходимости действовать и решение действовать, это единственное место. Если человек там находится, вы ему можете помочь в этом нести по члену духовного закона, вы можете помочь ему, призывая ему покаяние только на этом уровне. Потому что человек еще только посмотрел, что Бог есть любовь, он понимает, что где Дух Божий, там свобода, он начинает понимать. Он приходит и говорит, что ты должен покаяться. Подожди, свобода или должен? Он не понимает еще истинной свободы. Христос призывает нас не отказаться от радости, не отказаться от свободы. Он призывает нас отказаться от ложной радости ради благой радости. Ради вот всей той радости, которой приходяешь, ради той радости, которой он никогда уже от вас опять не был. А от свободы относительной, когда там увеличились чуть-чуть цепи, зато не скоро. Вот. До свободы полной. То есть на вот этих вот первых этапах призыв покаяния, опять же, только лишь затрудняет благовестие. И лишь на вот этом этапе человек может принять решение, и только на этом этапе призыв покаяния может человек на это волевое решение подтолкнуть. Но при этом человек это не автомат. Он должен помнить, что нет заклинаний, которые вот это искажают, а тут же человек поправится. У человека остается его собственная воля, и он может отвергнуть это. И если он отвергнет, то он возвращается на уровень знания благовестия. То есть информация, которую он получил, от него никуда не денется. То есть то, что он там узнал, заучил, это остается с ним. Но он опять не соглашается, он опять ее не принимает. И есть люди, которые вообще год за годом по этому груду ходят, все время учатся и ничему научиться не могут. Но если он все-таки принимает решение действовать, то он обращается к Богу, и в этот момент, если пользоваться традиционной протестантской терминологией, то мы должны понимать, что в Библии понятие обращение и освящение, они взаимозаменяемы. Просто для того, чтобы нам более понятно, мы, как это, следуя традиции протестантской, закрепили определенные термины. Вот именно, значит, если говорить с точки зрения этой технологии, Бог оправдывает человека, служитель преподает ему крещение, и человек переходит в категорию «младенец в Христе». И тут опять меняется основная функция проповедника. Если до этого его основная функция была, сначала он был апологет, потом благовестник, то теперь его основная функция – учитель. Пленочка, еще там есть минуту? Вот, теперь его основная функция – учитель. Вот, он же младенец во Христе. Самое первое, что у человека происходит, это он пытается оценить правильно свое решение. То есть он сделал шаг, и у него были какие-то ожидания. И он смотрит, получилось, не получилось. Например, там, Иисус решит все ваши проблемы, он думал, что, ну какая проблема? За здоровьем проблема? Денег не хватает. Вот, работы нет. Пришел к Иисусу, денег все так же не хватает, работы нет. Вот, тут надо человеку объяснить, что это проблема лишь временная. Речь идет о гораздо более серьезных проблемах. То есть, поначалу все эти ожидания будут неоправданными. Проблема не в том, что Иисус нарушает ожидания, а в том, что ожидания были неправильными. Вот. Далее человек внедряется в поместную общину. Чтение Библии, молитва, общение с верующими. Изменение поведения, понимания, ценностей. И лишь тогда наступает посвящение. Нелюбимый мой термин, но лучше его нет. Вот. То есть человек становится верным. Вот. И тогда он уже способен к воспроизводству, к свидетельству, к служению, к жертвенности. Таким образом мы видим, что на разных уровнях наша функция разная. Но при этом апологетика, то есть мы здесь не можем действовать как благовестники или как наставники. Но дело в том, что если апологетика является единственным основанием только на этом уровне, ее функция меняется, но не исчезает и на следующих уровнях. Потому что на уровне благовестника все равно апологетика подталкивает человека к вере. На уровне младенца во Христе апологетика нужна для того, чтобы он в вере утверждался. На уровне верного апологетика нужна для того, чтобы он мог оснащать других для эффективного благовестия. Таким образом, апологетика нужна на всех уровнях. Просто на разных уровнях у нее разная роль. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok